Всем привет! Начинаю записывать новый влог. У нас по-прежнему очень снежно. Снега намело. Вы посмотрите, очень-очень много. Я тут в луноходах своих любимых. Вы знаете, все-таки самая удобная обувь для зимы это луноходы и уги. Просто бомбическая. У них очень удобно гулять по снежку, чувствовать хруст, ноги не промыкают. В общем, супер! Я у себя сейчас во дворе. Только пришла с почты и покажу, что я забрала. Что я вам покажу, это вот такая вот гавайская спирулина. Спирулина, как вы знаете, это водоросль, которая имеет колоссальное воздействие на женский организм. Для того, чтобы оставаться молодой, здоровой, красивой, поддерживать в хорошем состоянии вашу кожу. Просто обязательно стоит присмотреться к этому растению, к спирулине, к этой водоросли. Данную спирулину можно заказать на iHerb. Я же беру у девочки, которая занимается выкупом таких вот штук. У нее есть товары в наличии. Я считаю, это очень круто, потому что не нужно собирать себе заказ, тратить деньги на то, что тебе не нужно. И зная себя, я бы сто процентов покупала то, что мне не нужно. А так я периодически интересуюсь разными добавками. И вот мой взгляд упал на такую вот спирулину. Очень рада, что я ее заказала. Буду принимать вместе со своими добавками. И следующее, что я заказала и купила уже на другом сайте косметики, это вот такой вот консилер от торговой марки NYX. Wonder Stick называется. Это у нас хайлайтер и бронзер. Вот так вот нарисована девушка. Нужно работать со своим лицом. Так вот выглядит этот карандаш. Я уже его открывала, и я уже им воспользовалась. Только что прибежала с почты. У меня как раз не был нанесен бронзер и корректор, поэтому мне было очень интересно его попробовать. Как же он все-таки в своем действии? Вот так вот он выглядит. Честно говоря, я не знала об этом продукте. Я увидела его совершенно случайно в прямом эфире в инстаграме у одного блогера. Она делала макияж вот этим продуктом. И я просто поразилась, насколько вот лицо сразу становится рельефным. Здесь одна сторона, как вы видите, это хайлайтер. Другая сторона это бронзер. Бронзер, конечно, мне лично темноват на мою коже. Сейчас вам покажу. Вот, можете наблюдать. Это такой, знаете, даже красновато-рыжий такой вот оттенок. Не совсем, мне кажется, удачный. Но на лице при растушевке он смотрится, в принципе, неплохо. Немного я не угадала с оттенком. Там их очень много. Хайлайтер, в принципе, хороший. Высветляет. Я вот воспользовалась на спинку носа. Неплохой. Тоже немного темноватый. Но в целом продукт очень прикольный. Вот для того, чтобы делать контуринг лица, я считаю, это весьма хороший продукт. Поэтому присмотритесь. Только вот я брала в 0,4 оттенке. Нужно было бы другое. Там есть и просто хайлайтер, и такой, знаете, светлый оттенок бронзера. Нужно было, наверное, взять его. Все-таки кожа у меня сейчас не загорелая. Немножко, конечно, прогадала. В этом минус интернет-покупок. Вот. А в целом я очень довольна. Хорошая решительница. Всем доброе утро. Я только недавно встала. И сейчас нахожусь в своей ванной комнате. Делаю необходимые процедуры для своего лица, для волос. Делала маски. Вот. Хотела немного пробежаться по своей полочке в ванной. Уходовой, да. Здесь у меня находятся все мои маски для лица. Кстати, девчонки, хотела у вас спросить. Вы пользуетесь такими штуками? Основа под макияж. У меня их было очень много, но я их в конце концов выбрасываю, потому что у них прошел срок годности. Напишите мне, пожалуйста, вот как ими пользоваться каждый день, не каждый день, потому что она у меня лежит. Я ее заказала и даже не знаю зачем. Потому что по итогу я наношу макияж, тональный крем на голую кожу. Ну, естественно, после крема. Далее тут у меня масочки идут. На верхней полке у меня находятся скрабы и масла для волос и для лица. Здесь у меня тоже масло. Здесь патчи под глаза. И нижняя полка у меня уход за лицом. Сейчас я активно, вот я вам, кстати, не показывала. Я заказала себе новую серию для лица. Вот сейчас я ее активно тестирую. Это Мезокомплекс от Белиты. MC Cosmetics. Это тоник. Это, я думаю, все вы его уже знаете. Он очень хваленый. На мейкапе, к сожалению, я его не нашла, эту серию. Ее очень быстро разбирают. Заказала на другом сайте. Вот дневной крем сейчас им воспользовался. Вы знаете, очень удобная упаковка. Просто супер. Мне нужно лезть руками в этот крем. Выдавил и все. Конечно, минус, что не видно, когда он заканчивается. Но мне такие упаковки гораздо больше нравятся, чем вот такие. Потому что здесь мы все-таки лезем руками. Эту серию я уже добиваю на шею. Потому что она очень жирная. Так, не смотрите на мой маникюр. Потому что завтра я иду в салон переделывать ногти. Как-то вы знаете, моя проблема остается проблемой. Я не могу найти нормального мастера. Это просто какой-то ужас. Куда бы я ни пошла, мои ногти просто держатся максимум неделю. Это с укреплением гелем, акрилом. В общем, видите, что происходит. Печально. Но ничего. Завтра пойду в салон, в специальную студию, которая занимается ногтями. Вот. И надеюсь, результат мне понравится. В общем, поэтому тестирую сейчас эту серию. Крем дневной мне очень нравится. Ночным пока не пользовался. Не пользовалась дневной. Просто супер. Вы знаете, очень быстро впитывается. Кожа буквально сияет. Так, что еще показать. Вот такую вот сыворотку такую сейчас использую. Преимущественно вечером на носогубные складки, на лоб и под глаза. Вот. Что у меня тут еще интересного лежит. Очень люблю, кстати, вот этот крем. Жирненький. Раз в три дня обязательно пользуюсь. Здесь у меня контрактубекс для удаления рук. А здесь у меня полочка. Не полочка, вернее, место для моих продуктов для ухода за волосами. Здесь у меня стоит два спрея. Я вам уже их тоже показывала. Один с кокосом. Доктор Санте. Я уважаю его. И Глискор. А также Сьез. Масло для волос. И какие вот капсулы балийские. Их уже осталось не очень много. Опять же повторюсь, что для меня это тревел-вариант. Знаете, поехать в поездочку и не брать, не тащить с собой масло для волос на море. В общем, идеально будет. Берегу для отпуска. В общем, в принципе, все, наверное, что хотела показать. Также тут у меня лежит скраб для губ. Такой вот от Фаберлик. Такой странный продукт. Он, знаете, как бальзам идет у нас больше, чем... Не могу смотреть на свои ногти. Вы, наверное, тоже. Простите, пожалуйста. В общем говоря, такой вот MyLips. Неплохой. Но странный, потому что я привыкла немного к другим скрабчикам для губ. Так, здесь у меня вот еще моя любимая серия стоит для ручек. Фаберлик трехступенчатая. Это у нас пилинг скраб и крем-жидкая перчатка. Здесь у меня масло Амлы. Я вам тоже его показывала. Там хоргексидин. Использую для кистей, для дезинфекции. И тут у меня тоже мое любимое кокосовое масло. Здесь репейное. И репейное это для корней. Это на всю длину. Ну, в общем, такой небольшой экскурс. И здесь у меня именно уже на раковине стоит средство для умывания. Сейчас такое вот использую. Не очень, но мне нравится. Это для снятия макияжа. Этим я пользуюсь сугубо с утра. Гель для смывки макияжа у меня двухфазный. Вот такой вот Everline. Тоже мне не нравится. Добиваю. И там мицеллярка L'Oreal очень нравится. Под глаза я использую. Не верю, я вам уже показывала. И сейчас я буду использовать свои любимые патчи. Под глаза. Вот. С енотиком обожаю их. Стараюсь делать день через день. Вот. Сделала я уже себе вот такую у меня замазку. Для лица. Знаете, сейчас маски Freeman очень сильно у нас подорожали. К сожалению. Если раньше я покупала по своей скидочной карте, за 100 гривен. Сейчас они уже стоят 150 гривен. Вот. Поэтому я очень рада, что скупила всю свою серию. Все продукты, которые я хотела попробовать. И могу смело сказать, что вот эта маска моя не очень любимая. Это маска пленка. Вообще маски пленки я не очень люблю. Отдирать их от своего лица. Поэтому их еще, по-моему, есть огуречная маска пленка. Но именно это я брала. Здесь написано маска скатка. И я почему-то думала, что она просто как скатывается. То есть это не маска пленка. Вот. Они немножко дезинформировали. Скажем так. Поэтому пользуюсь, конечно. Что теперь делать? Буду добивать. Но особого удовольствия она у меня не вызывает. Вот. Поэтому буду сейчас наносить патчи под глазки. И заниматься своими делами. Девчонки, у меня сегодня такой день дома. Я занимаюсь уборкой. Занимаюсь собой. То есть обязательно совмещаю. Не делаю что-то одно. Какое-то монодействие, так сказать. А я обязательно совмещаю приятное с полезным. Если это уборка, то я делаю маску для волос, для лица. И таким образом убираюсь в доме. Либо это какой-то просмотр фильмов. Вот. И сейчас я делала такой вот дарсонваль для лица. С такой вот насадкой. Насадка называется грибочек. Делала на лицо и на шею. Очень круто. Я для себя открыла дарсонваль для лица. Раньше такую процедуру я делала только у косметолога. Я вам показывала в каком-то из влогов, что есть еще насадка для волос и точечная насадка на воспаление. Но я пользуюсь только этой. Мне так удобнее. Оно больше захватывает участки на коже лица. Поэтому, мне кажется, эффект больше наблюдается. Что еще хочу сказать. Очень рада, что я приобрела данный бьюти гаджет. Поэтому всем, у кого есть возможность, я советую приобрести очень полезную вещь. Сэкономите время и средства на походы в другие места, а не на косметолога. Поэтому обратите внимание. Вот. Поэтому сейчас делала дарсонваль и смотрела Томми Робинса. Очень интересные видео. У него мотивационные. Человек, который заряжает буквально энергией. Человек, которого я уважаю. Мнению которого я прислушиваюсь. Если вам интересно, посмотрите обязательно его ролики. Их очень много на ютубе. Они переведены на русский. И, я думаю, вам будет интересно, люди, которые увлекаются психологией, которым нужен пинок под зад, мотивация, то обязательно посмотрите Томми Робинс. Называется видео в интернете. Это коуч, которому 50 с чем-то лет, но вы в жизни никогда не скажете, настолько он физически привлекателен, настолько он внутренне наполненный человек. Поэтому обязательно-обязательно присмотритесь. Я сейчас планирую записать, сколько и какие планы в свой ежедневник. Вообще, я стараюсь вести его каждый день, потому что считаю, что без планирования жизнь превратится в хаос. И это действительно так. Очень трудно все держать в голове. Особенно, когда этих дел очень много. Вот. Поэтому, да. Хотела вам также показать свою новую арахисовую пасту. Очередной заказик у меня был. Я взяла с финиками. Сейчас буду пробовать ее. Заварила себе чаек. Вот. На улице идет дождик. Все тает. Буду пить чаек. Со своей вкусняшкой. Всем доброе утро. У нас уже почти снег растаял. Лежит совсем немного снега. Я проснулась полная силы, энергии. Сейчас буду писать свои планы на сегодня. Выжала себе сок. Сделала фреш. Морковно-яблочный. Я его обожаю. Вот. И сейчас буду заниматься делами. Оставайтесь со мной. Я думаю, что сегодня я уже выгружу влог. Сегодня у нас 2 февраля. И думаю, сегодня уже загружу на канал. Я тут к маме приехала. И снимала кусочек своего района. Там, где я, в принципе, жила 20 лет своей жизни. Там беднеется этот центр. Там, вон, Ашан. Я только что там была, гуляла, в общем-то, магазином. Мама называется садистка. Вот. Там и я шкурала. Маме купила бетоны. Вот. А сама не не. Вот. Так что идем домой. Воня, воня, воня. что ли хотела вам показать закупила я себе всю серию доктор санта с кокосиком вот здесь у меня бальзамчик такой вот у меня сейчас наличие маска очень крутая серия я просто я же говорю как только у меня закончится я обязательно повторю шампунь у меня просто вызвал дичайший восторг он круто промывает волосы он смывает масляные маски он помогает лучше расчесывать ваши локоны бальзам конечно немного немного слабее но в целом мне нравится я уже использовала его два раза как обычно то есть под шапочку в полиэтиленовый пакетик и хожу с ним часа два и после спрея я закрепляю результат вот этим вот маслицы вообще люблю масло именно вот в таком исполнении доктор санта или санта не знаю как правильно вот это купила себе масло что хочу сказать волосы расчесываются раз всем легче вот правда настолько у меня не вызывает никаких абсолютно сложностей прочесать свою шевелюру хотя раньше это было немного сложно вот поэтому я очень довольна этой серии всем советую если найдете в своем городе в магазине обязательно приобретите и также дополнила я свою коллекцию масок вот такой вот от долива это у нас маска с гранатом единственная маска которую я не пробовала и из серии вот этих масочек в принципе это у нас против мимических морщин и косметика вот купила она не очень большого объема безумно приятно пахнет маска кремовая через 10-15 минут ее нужно смывать но я не смывая просто ложусь спать на ночь и тогда эффект не нравится гораздо гораздо больше вот поэтому присмотритесь я могу сказать только положительные об этих масках моя фаворите это инжир и лимон а также вот с какао и теперь еще и гранат поэтому обязательно попробуйте вам очень очень понравится